Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного феофилакта архиепископа Болгарского. Часть 27. Толкование на первое послание к Оримфинам 3.6. Я первый посеял проповедь. Аполлос же постоянным своим учением не дал семени засохнуть от зноя искушений лукавого, но возрастил вас Бог. Комментарии Игнатия Лапкина. Когда сегодня архиерей производит перестановку священнослужителей с места на место, то отъезжающий пастырь может ли сказать, глядя на своих прихожан, Я первый посеял среди вас проповедь. Толкование на первое к Оримфинам 3.9. Мы, учители, соработники Божии, содействующие Богу во спасении людей, а не виновники или податели спасения. Толкование на первое к Оримфинам 3.19. Ибо она не только не способствует к приобретению истинной мудрости, но напротив, еще препятствует этому, потому что, высоко думая о себе, отвергает божественное учение. И таким образом оставляет во всегдашнем неведении тех, кто имеет эту мудрость. Поэтому они и улавляются Богом, как безумцы. Комментарий Игнатия Лапкина. Как бы человек не пытался показать себя смиренным и кротким, и послушным церкви и священно-началью, каким бы степенным он не выглядел в своей благочестивой одежде, но если он не следует написанному в Писании, если он противится написанному в Библии, если он противится толкованию святых отцов, то он, высоко думая о себе, отвергает божественное учение. А это значит, что все вышеперечисленные качества не имеют никакой цены, и такой человек является действительным, полновесным врагом Божьим. Толкование на 1 Коринфянам 3.21.23 «Между тем, опять упомянул о себе и о Петре». Это для того, чтобы слова его были не так тяжкие, и чтобы внушить, если и мы для вас получили дарование, и для вас поставлены учителями, то тем более нынешние учителя ваши не должны гордиться дарами, как бы собственным приобретением, ибо это чужие блага. Толкование на 1 Коринфянам 4.8. «Ибо ваша слава моя, потому что для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его». Комментарий Игнатия Лапкина. «На любом производстве требуют качество продукции, качество работы, и только ни со священника, ни с архиерея никто не требует качества их прихожан. Даже зная точное количество посетителей храма, отчет в основном дается по доходу, а качество христианина напрямую зависит от знания Слова Божия. Неужели пастырям приятно называться отцом тех, кто ничем не отличается от живущих в мире безбожников? Разве для всякого учителя не вожделенно совершенство учеников его? Иоанн Залтаус говорит, что если и одна овца погибнет по небрежности пастыря, то ему не хватит всей его жизни, чтобы рассчитаться за эту овцу. Слово Божие есть зеркало, смотрясь в которое, душа усматривает свои недостатки. Целые тысячелетия шли, не сверяясь со Словом Божьим. Качество учеников православной церкви оказалось таким, что они разрушили храмы и расстреляли пастыри и осквернили могилы отцов, чтобы до такой кондиции довести безнравственность своих учеников, нужны были целые поколения пастырей, скрывающих Слово Божие. Для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его. Толкование на 1 Коринфянам 9.2 «Не говорю, что я учитель всей вселенной, но вам разве я не учитель? Почему же я не брал ничего от вас, который взять имел особое право?» 1 Коринфянам 9.3 Толкование «Ибо доказав, что вы всему научены мной, я поражу осуждающих меня». Комментарий Игнатия Лапкина «На суде Божьем спасенные через евангельскую проповедь будут живыми свидетельствами того, кому за них предлежит похвала за их спасение, и тот, через кого они обратились ко Христу, может смело сказать «Вы всему научены мной». Толкование на 1 Коринфянам 9.5 «За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью». Комментарий Игнатия Лапкина «Сегодня ни один архиерей, ни один священник не сможет сказать, что они занимаются только проповедью. Даже при всем желании, под страшными угрозами, исходящими от Слова Божия, не заниматься ничем иным, выполнить эти слова никому не удастся. Его сразу же объявят еретиком. Если человек надел ариасу, ризу, то он должен проворачивать непрерывно крещение мертвецов, отпевание мертвецов, венчание мертвецов. Есть некоторые, имеющие страх Божий, и они хвалятся, что у них служба не сокращается, они вычитывают все, что у них старинные иконы, что у них... Но кто скажет, что у них только проповедь, и они занимаются только проповедью? Толкование на 1 Коринфянам 9.9 Отсюда же узнаем, что все, что не говорится в Ветхом Завете о бессловесных, то служит к назиданию людей. Толкование на 1 Коринфянам 9.11 «Ибо мы посеяли в вас духовное, а вы воздаёте нам телесное». Велико ли это? Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодня в храмах под видом духовного сеется привычка к обрядоверию, к набожности, к посещаемости храма. Духовным же называется то, что согласуется со Словом Божиим, что возвышает душу ко Христу по Слову Его. Толкование на 1 Коринфянам 9.14 Как выше сказал, «От святилища питаться, так и здесь, не от получаемых, но от благовествования, дабы питающие не превозносились». Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодня от благовествования не живёт, наверное, ни один православный пастырь, ни в России, ни за рубежом. Живут за исполнение треб, за служение, но только не от благовествования. Жить от благовествования означает, что человек проповедует, обращает души ко Христу, и обратившиеся Лидии и Дионисии приглашают проповедника к себе в дом, где он и питается. Только согласно этого критерия видно, что сегодняшнее православие совершенно не евангельская вера, не первоапостольская. И пастыри, не проповедующие благую весть о искуплении в крови Христа, не достойны пропитания. Толкование на 1 Коринфянам 9.16 Похвала для тебя не в благовествовании, а в безвозмездной проповеди. Ужели последняя лучше первого? Нет, говорит, но благовествовать заповедано мне, это моя обязанность, и если я исполняю ее, в том нет никакого совершенства, но если не исполняю ее, горе мне, ибо много буду бит, как не творящий воли своего владыки. Лука 12.47 Комментарий Игнатия Лапкина Христос заповедовал благовествовать не только апостолу Павлу, но и всем своим ученикам. Евреям 13.8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Неужели Христос изменился? Почему сегодня никто не говорит благовествовать заповедано мне или не тому Христу стали служить? Толкование на 1 Коринфянам 9.17 Если бы дело проповеди не было возложено на меня, а совершал я оное сам от себя, то я имел бы великую и многую награду. Примечая следующее. Не сказал, если делаю недобровольно, то не буду иметь награды, чтобы показать, что он получит награду и запроповедь, хотя всем случае поступает по воле владыки, ибо несообразно было бы с правдой, если бы все апостолы не получили награду за проповедание, только не такую, какую получит проповедующий безвозмездно. 1 Коринфянам 9 18 сказал в благовествовании, чтобы показать, что кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. Комментарий Игнатия Лапкина. Согласно этих слов толкования блаженного феофилакта, сегодняшние священнослужители, не проповедующие Слово Божие, обречены на голодную смерть. Кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. Толкование на 1 Коринфянам 9 23 Благовестием называет верующих, которые спасаются через благовестие. Так и выше сказал от благовестия жить, то есть от верующих. Комментарий Игнатия Лапкина. Кто из верующих слышал эти слова от своих пастырей, что они спасаются через благовестие? А если нет благовестия, то следовательно и нет спасения. Найдет ли Господь верующих на Руси, когда явится во второй раз? Если спросить православного, как он обратился к Богу, кто может сказать, что он обратился через благовестие? Толкование на 1 Коринфянам 9 27 Ибо если мне недостаточно для спасения проповедовать и учить, но нужно еще представить самого себя беспорочным во всем, как же вы можете спастись одной только верой, когда вы служите столь многим страстям? Толкование на 1 Коринфянам 10 2 Первый умер и воскрес Христос, потом и мы уже крестились, подражая смерти его через погружение в воде и воскресение через восхождение из нее крестились в Моисея. Толкование на 1 Коринфянам 10 8 Опять упомянул о блуде, чтобы через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. Комментарии Игнатия Лапкина Проповеди современных пастырей не имеют в себе соли, никого не трогают, поэтому никого и не врачуют, не воскрешают. Необходимо через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. Толкование на 1 Коринфянам 12 8 Какое имели многие из верующих, сами имевшие знания, но других научить не могшие? Толкование на 1 Коринфянам 12 10 Ибо дарование учительства важнее и истолкование языков важнее, нежели дар просто говорить на языках. Толкование на 1 Коринфянам 14 26 В древности и псалмы составляли по дарованию и на учительство подаваем был дар, ибо отличительное свойство христианина назидать, приносить пользу. Толкование на 1 Коринфянам 14 36 «Посему и вы должны охотно принимать то, что угодно вселенной». Толкование на 1 Коринфянам 15 10 «Ибо учитель должен быть достоин веры». Комментарий Игнатия Лапкина «Определить истинность учителя можно только через Слово Божие по толкованию святых отцов». Конец 27 части